Друзья, мы сегодня собраны на этом месте и, наверное, радуемся общению. Моя тема сегодня будет небольшая такая тема, примерно так ее можно выразить, что общение с Богом изменяет человека. Бог нас создал такими, что мы отличаемся от животных, согласитесь со мной. И во многом. Хотя некоторые там находят теории, говорят, откуда они произошли, но мы знаем, что мы произошли как творение Божие. Что, слава Богу, у нас не было в предках обезьяны и прочих животных. Бог нас создал как человека, и Библия называет человека, созданного по образу и подобию Божию, как венец творения. Как то существо, которое Бог создал особенным. Нет, не для того, чтобы бездумно господствовать, порабощать, причинять зло другим творениям Божьим. А для того, чтобы осознавать свое предназначение, правильное предназначение. Ну, в наше время мы часто слышим такое выражение, что народ, который не знает прошлого, не имеет будущего. Да, наверное, слышали. Ну, по-разному это немножко звучит. Но смысл в том, что когда у народа изменяют прошлое, искажают историю, то народ теряет свое будущее, и в настоящем он движется не в том направлении. Вот примерно так же может происходить с человеком, когда он теряет свое истинное предназначение. Ну, вот смотрите, например, Бог создал человека для того, чтобы развиваться и совершенствоваться. И это качество, оно присуще, ну, в идеальном, как бы, виде Богу. Потому что Бог — это совершенство в любом отношении, добром и прекрасном. У животных мы этого не видим, и животным часто достаточно того, что у них есть. То есть, пища, чтобы им было комфортно, какие-то естественные потребности, и на этом все достаточно. Но человек этим не ограничивается. И бывает так, что человек проходит его жизнь, и у него постоянно есть чему-то стремление. И Бог заложил в его сердце, как бы, это желание для того, чтобы человек не останавливался и не жил тем, что он достиг. Ну, вот представьте, человеку бы сказали, у тебя есть во всем предел, да? Ну, в развитии я имею в виду. Человек физически имеет предел. Кто-то пытается достичь больших результатов, становится, ну, участвует в каких-то состязаниях. Ну, везде есть предел. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но вот есть та область, в которой нет предела развития человека. Это область, можно ее назвать так, быть подобным Богу. То есть, когда человек встречается первый раз с вестью, ну, с благой вестью, как мы говорим, с Евангелием, с тем, что Бог спас человека, что Он стремится протягивать руку человеку, чтобы человек стал лучше, что Иисус Христос специально приходил в этот мир для того, чтобы человека поднять, чтобы дать ему новую жизнь, чтобы поддержать его за руку, и, можно сказать, даже не единократно, а поддерживать, чтобы человек развивался, чтобы человек увидел Бога, какой Он есть, через Священное Писание, через какие-то события в жизни человека, через природу, окружающую человека, очень по-разному. Но чтобы человек захотел быть подобным Богу. Я думаю, что в течение всей жизни человека могут происходить изменения. Это не единократное. Мы часто, знаете, говорим, что вот человек обращается к Богу, и происходит изменение в его сердце. Человек шел в одну сторону. Библия говорит, что покаяние – это обращение к Богу, это как бы поворот, это стремление и путь совсем в другом направлении. Это все так. Но даже в течение жизни человека, человек, который постоянно имеет общение с Богом, или время от времени это делает, ищет общение с Богом, его жизнь изменяется. Я хочу прочитать из Псалма 17-го, с 5-го по 7-й стих. «Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Давид здесь пишет в Псалме, что ему было очень трудно. Возможно, что даже его коснулось беззаконие какое-то. Он это выражает поэтически такими яркими словами, яркими оборотами. И вот в этой ситуации он говорит, «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал». То есть человек обратился. Я думаю, что любой человек, даже человек, который никогда не обращался к Богу. Кто-то сказал так, «Когда идет война, все становятся верующими». Я не знаю, кто-то говорит, что он остается атеистом, но возможно, что это так, что все люди в тесноте, они ищут Бога. И вот в этой ситуации он уже знал Бога, но он все равно к Нему обратился. Не в первый уже раз, я думаю. И написано, «Он услышал», то есть Бог, от чертога своего. «Чертог» там слово использовано, от храма своего, «голос мой». «И вопль мой дошел до слуха его». Ну хорошо, вот представьте, человек обратился, каким-то образом он почувствовал, что Бог его молитву услышал. А что дальше? Что это дает человеку? Ну вот вы обращаетесь к Богу, у вас есть какая-то нужда, у вас есть то состояние, которое называется здесь «теснота». Кстати, это слово часто очень используется в Библии. Даже когда Соломон молился о храме, который Бог ему позволил построить, он говорит, если народ будет в тесноте, несколько раз повторяет, или какой-то человек, и обратиться к Богу, ты услышь его. То есть теснота – это то место, когда, ну, никак, никак больше. Знаете, лучше всего, наверное, тесноту передать можно таким, ну вот я читал ситуацию, за одного альпиниста, который был очень, ну, через многое прошел, был большим специалистом в этой области. И часто они группой ходили и совершали какие-то восхождения, покоряли вершины. И потом постепенно он решил сам чего-то достигать. И вот был момент его жизни, когда он решил между скал подняться. То есть было такое место, где можно было только такому небольшому человеку на канате с большими трудностями, там, со страховкой. Ну, вы понимаете, о чем это. Очень все сложно. Ему можно было там пробраться. И вот настал такой момент его жизни, когда он застрял. И он говорит, у меня нету, ну, мобильная связь, не работает, как вы понимаете. Нигде людей нет, ну, на большом расстоянии, на многие километры. Я нахожусь сам между скал, и я застрял. Я не могу ни назад, ни вперед, ни вправо, ни влево. Вот это вот примерно ситуация, которая передается здесь в Библии словом «теснота». Но в тесноте моей я призвал Господа, и Он услышал голос мой. Друзья, и в этом псалме дальше говорится, что значит Бог услышал голос мой. С 20 стиха по 29. Он вывел меня, Он, то есть Бог, вывел меня на пространное место и избавил меня. Ибо Он благоволит ко мне, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Бог вывел на пространное место. Теснота и пространное место. Понимаете, какая разница? Человек зажатый между скал, у него нет шанса выжить, этот альпинист говорит, я думал это все, это смерть. Да, он оттуда выбрался, поэтому мы сегодня знаем об этой ситуации. Но, друзья, бывает так, что человек желает остаться атеистом даже тогда, когда он в тесноте. Он говорит, нет, я колени не преклоню ни перед кем. Я к Богу обращаться не буду. И вот это как будто выдается за его силу, за его непреклонность. Вот я человек, это звучит гордо. Друзья, Бог, я думаю, не старается человека унизить, как-то умолить. Бог желает, чтобы каждый человек когда-то понуждался в нем. И здесь, смотрите, Господь ему воздал. Ну вот представьте, если бы в этой ситуации Давид вспомнил совсем другое. Вот здесь с 21 стиха он говорил, какая у него жизнь, да, как он старается служить Богу, как он исполняет его заповеди, как он непорочен, праведен. А если бы он вспомнил, и вот в это тесное для него время он бы вспомнил, как он перед Богом поступал. И, наверное, ему бы пришлось чем-то каяться. Он говорил, Господи, прости, потому что я недостоин даже, чтобы ты услышал мою молитву. Ну, услышь просто по милости. Мне почему-то вспоминается один такой пророк, который был особенный пророк, его звали Иона. Помните, как он молился хорошо, пламенной молитвой? В чреве большой рыбы. Помните, да? Ну, пророк Божий, он должен был идти в Неневию, но вот как-то все пошло не так. Знаете, как у людей бывает? Говорят, я шел туда, очутился в совсем другом месте. Все пошло не так. Ну, с течения обстоятельств так получилось, у кого не бывает. Но этот же пророк понимал, что это не просто так. Это не просто так, его с корабля скинули, буря была. Не просто так он там очутился. Еще живой, но уже шансов мало выжить. Да, еще чуть-чуть, и он понимает, что, ну, когда вы слышали о том, чтобы человек выживал, когда его рыба проглотит. Ну, таких очень мало. Есть мировые такие ситуации, когда есть рассказы, что такое было, но это очень-очень редко такое бывает. И человек понимал, что это все. И вот он там обратился к Богу, и его молитва была такой, что, Господи, что обещал, я исполню. Да? Друзья, молитва бывает разная, но молитва, какой бы она ни была, если она от всего сердца, она изменяет человека. Человек становится лучше, человек осознает, кто он по своей сущности, какой была его жизнь до этого момента, и куда теперь он желает стремиться. Он многое, может быть, меняет в своем мышлении, когда он находится в тесноте. Смотрите, здесь Давид говорит, 26 стих, как Бог относится к милостивым, к искренним, к чистым и к лукавым. То есть вот в этой тесной ситуации Давид понимает, что если бы он был, ну вот, например, как человек лукавый, то, возможно, Бог бы его не услышал. Возможно, Бог бы не ответил на его молитву. Он говорит, ты людей угнетенных спасаешь. И в конце, вот как бы, последний стих, что мы прочитали, ты возжигаешь светильник, мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою. То есть Бог мой меня достает из этой тесноты, Бог мой ставит меня на пространное место, и он, самое главное, изменяет мое мышление. Он мои, как бы, глаза поворачивает в нужном направлении. Потому что покаяние, это не просто, знаете, вот импульсивный шаг, когда человек вот сидел на собрании, его слово касалось, он смотрел, как кто-то кается и думает, давай, я пойду покаюсь. А потом покаялся, ничего, сердце как бы бывает так, что не произошло, и человек говорит, чего я вышел, я не знаю. Мне жизнь, в принципе, устраивает. Наверное, просто импульсивно поддался вот такому действию, я вот, ну, так вот поступил и живет дальше этой жизнью. И покаяние, когда человек к этому идет, когда его сердце постепенно влечет Бог, когда Бог касается его сердца, когда стучит в его жизни, когда, может быть, он проходит через тесные ситуации, и он говорит, что в тесноте я понял, что без Бога жизни нет. Я понял, что сегодня я в тесноте, завтра, может быть, у меня будет пространное место, но я хочу теперь жить, жить с Богом. Я хочу теперь поступать так, чтобы Бог всегда был близок ко мне. Вот здесь, в этих стихах, Давид говорит, кому Бог близок. Друзья, мы часто, может быть, вот к Богу приходим вот по ситуации, то есть, Господи, пожалуйста, дай, Господи, мне надо, Господи, исцели, Господи, помоги. И многих людей это очень-очень устраивает. Это примерно, как дети приходят, которые взрослеют, они приходят к папе с мамой и говорят, надо. Дай еще больше. Понимаете? Вот не зря Бог называется Отцом Небесным, когда молитву Иисус оставлял ученикам Своим, Отче наш. Там Отец наш, Сущий на небесах. И вот иногда так дети поступают, но когда-то наступает в их жизни момент, когда они понимают, что родители это больше, чем просто те, которые им помогают и дают им деньги или что-то еще. Вот так же и человек, когда он понимает, что Бог это не просто тот, которому можно в тесноте вызвать, а это тот, который любит, это тот, который рядом, когда человек ищет Бога, когда человек хочет быть похожим на Бога, когда человек именно стремится к Нему. В Псалме 65, с 16 по 20 стих «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал меня, внял голос умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Это тоже Псалом, тоже Псалмопевец, не указано, кто этот Псалом написал, но он говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то Бог бы меня не услышал». Но он услышал, послушал, и благословен Бог, который не отверг молитвы не отвратил милости своей. Друзья, вот бывает так, что человек, ну, человеку кажется, что все идет хорошо. Вот первый брат нам читал историю про учеников. Смотрите, когда ученики отправлялись на ту сторону, то все у них было, в принципе, прекрасно. Люди не первый раз выходят в море, там пусть даже это было озеро Генесарецкое, не было это какое-то там большое море. но вот когда вот их ситуация вот в том, где они оказались, четвертая стража ночи, темно, ветер противный, волны бьют в лодку, ну, вот, ну, что еще, вот что еще добавить к этой ситуации? Все плохо, а тут еще, как они видят себе, призрак явился, ну, то есть, и взрослые, взрослые, извините, дяди, они тоже закричали, они тоже испугались. Почему? Вот такая ситуация, вот, ну, теснота, вот скажите, была теснота у них. Мало того, что они видят, что могут погибнуть, но все пошло против них. А вот смотрите, окончание этой истории, там в 33 стихе было написано, подошли, преклонили колени, поклонились и сказали, истинно, ты Сын Божий. То есть, Бог создал эту ситуацию для того, чтобы сердце учеников и тех, которые находились в лодке, для того, чтобы они приблизились к Богу и, как бы, духовно поднялись уровнем выше, чтобы они осознали, что тот, который с ними, это не просто учитель, это не просто тот, который их насыщает, который им дает сегодня то, что им нужно. Вот многие люди, им достаточно того, что Бог, это тот, который сегодня восполнит мои потребности. И меня все устраивает, я и завтра к нему помолюсь, я и завтра приду на собрание для того, чтобы Бог, ну, сделал для меня то, что необходимо. Друзья, но многие ли люди сегодня желают полюбить Бога, чтобы Бог для них стал их родным отцом? Это тот, который чему-то может научить, да? Это тот, который может что-то спросить. Это не тот, у которого мы просто приходим и берем готовое. На все наши просьбы Он отвечает, удовлетворяет наши потребности необходимые. И все на этом. А дальше мы живем так, как нам нравится. Друзья, если это Отец Небесный, если это тот Бог, который наполняет все, то, наверное, будет и отношение совсем другое к такому Богу. И если мы признаем в жизни своей, как эти ученики, что Он Сын Божий, тогда, наверное, изменится и отношение к Богу. Тогда и молитвы будут другие. Тогда, наверное, человек захочет молиться не только тогда, когда у него будет теснота, но и тогда, когда у него все хорошо будет. Поблагодарить Бога, поблагодарить своего Отца, что было очень хорошо, что было благословение. Или если сегодня обычный день, как люди говорят, обычный серый день, серые будни, может быть, и за это надо поблагодарить Бога, потому что кому-то сегодня хуже физически, морально или вокруг что-то происходит. Ценим ли мы то, что нам дает сегодня Бог? Можем ли мы к Нему относиться как к своему Отцу, Отцу Небесному? Друзья, еще один пример человека, который тоже молился. Это тот человек, который шел, преследуя верующих. У него были письма в Дамаск для того, чтобы преследовать, гнать и даже предавать на смерть последователей нового учения. Как его звали? Саул его звали, да? Саул. И вот он шел, пока не осветил его свет. Свет, который, можно сказать, его ослепил. Помните, он несколько дней не мог видеть. А потом наступил момент его жизни, когда написано «Он молится». Ну, он не первый раз в своей жизни молился и не десятый. Он молился с детства, он, когда себя потом говорит «Не буду хвалиться», но рассказывает за себя, то он был человек праведный в принципе. Но, вот здесь он молился так, что его коснулся свет небесный, этот свет что-то изменил в его жизни. Он его просветил так, что этот человек начал молиться от всего сердца, начал молиться по-настоящему, начал задавать вопросы «Господи, что повелишь мне делать?» И вот это изменило его жизнь. До этого был Саул, а теперь, как говорят, стал Павел, апостол Павел. Так мы привыкли это называть и видеть его так. Друзья, каждый человек, он остается в принципе, может быть, физически не сильно меняется. Но духовно молитва изменяет человека. Общение с Богом, оно способно менять человека, когда человек открывает свое сердце перед Богом. Смотрите, еще из того, что мы читали, важно перед Богом искренность и чистота сердца. То есть, если человек будет каким-то образом не все говорить Богу, не открывать свое сердце, говорить не то, что у него на сердце находится, тогда Бог не сможет ему ответить по чистоте руки его, как мы читали. Он не может благословить человека, потому что человек сам как бы закрывает этот канал благословения. Он остается не вполне честен с Богом. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Друзья, мы можем благословить этого Бога, который слышит наши молитвы, который нас любит, который готов нас выслушать и ответить нам, только чтобы наше сердце было расположено к нашему Богу, только чтобы жизнь наша продолжала изменяться и чтобы мы были способными быть похожими на нашего Господа. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. 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 Аминь.